Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на своем канале. Давайте сегодня нарисуем такого осьминога. Давайте начнем. Я в серединке листа ставлю точку, немножко ниже середины ставлю точку, и теперь нарисую такой большой воздушный шар. Поеду вверх, высоко и вернусь вниз. Вот какой он красивый! Это будет туловище нашего осьминога. Теперь соединим два конца прямой линией. Раз. А у осьминога еще есть много ног. Коля, ты знаешь, сколько ног у осьминога? Пять! Нет, больше! Четыре! Восемь! Только они не прямые, как мы рисовали у петушка, а они волнистые, сгибаются. Давайте попробуем, я буду считать. Одна ножка, вторая ножка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, ой, куда же мне еще нарисовать? Ну, вот сюда добавлю. Восьмая. Вот такой получился у нас красивый осьминог. Давайте начнем разукрашивать. А море мы сегодня разукрасим необычно. Мы с вами возьмем баночку с водой, шампунь и краску. Какую же краску нам нужно для моря? Может быть, желтую? Море желтого цвета? Нет. А какую нам надо взять? Голубую. Точно. Или голубую, или синюю. Я возьму синюю, чтобы мыльные пузыри получились яркими. Ребята, запоминайте. Для мыльных пузырей нам понадобится баночка с водой. Потому что ты делаешь много синей краски. Синий или голубой. Смотрите, сколько я много-много положила в баночку. И еще один секретный ингредиент. Это шампунь. Я добавляю немножечко шампуня. Мам, дай гидрючку. Держи. И все хорошенько-хорошенько перемешиваю. Берем синюю краску. Много-много. Не жалейте, чтобы получилось яркое море, красивое. Осьминог там будет жить. Ребята, а теперь я буду надувать мыльные пузыри. Смотрите внимательно. Я беру трубочку, но не буду пить эту воду. Ведь это же шампунь. Пить его не надо. Я буду надувать, как будто надуваю большой, огромный воздушный шар. Я набираю воздух и дую. Ух ты! Какой шар у меня получился. Какие мыльные пузыри. Но только это еще мало. Давайте подуем еще с вами немножко. Вот это да! Вот это у нас получается необычная картина. Смотрите, я перекладываю трубочкой на картину. И не трогаю мыльные пузыри, чтобы они сами лопнули. Лопать их специально не нужно. Ребята, смотрите, остается красивый след. Как настоящее море. Ребята, смотрите, как я делаю. Какое красивое море получилось у нашего осьминога. Смотрите, такие эффекты не нарисуйте просто кисточкой. Поэтому запоминайте рецепт. Ну что, переходим дальше. Будем разукрашивать нашего осьминога. А осьминоги бывают разные. Ведь они умеют менять цвет. Выбирайте, какой цвет сегодня нравится вам. Я возьму рубиновый цвет и аккуратно обвожу моего осьминога. Не забывайте, мимо контура не наступаем. Исправляем все те пятнышки, все те пузырики, которые попали на осьминога. Ну и закрашиваем аккуратненько. На глазки не наступаем. Оставляем их белым цветом. А бровки и ротик можно закрашивать. И потом нарисуем их сверху. Хорошо, хорошо закрашиваю. Закрываю все дырочки, все пятнышки. Вот так тщательно размазываю краску. Ну, какой красивый получается осьминога. Ну вот, голова готова. Переходим к ножкам. Помните, сколько ног у осьминога? Да, их очень много. Восемь. Я аккуратненько веду по моему рисунку. Вот первая нога. Давайте считать со мной. Вторая нога. Третья. Четвертая. Вот мы с вами уже на середине. Пятая. Шестая. Седьмая. И самая последняя осталась лапка. Восьмая. Я аккуратно, не спеша, провожу по линии. Здорово. Смотрите, у него появились лапки. Теперь нам нужно взять черную краску и добавить зрачок. Аккуратно. Раз. Два. А еще я добавлю моему осьминогу брови. Аккуратно. Одна бровка. Вторая бровка. И нарисуем ему ротик. Можно еще добавить носик. Ребят, мне кажется, с носиком он будет повеселее, поинтереснее. Оп. Белым цветом. Но знаете, ребята, еще у осьминоги на ножках есть присоски. Давайте их тоже нарисуем, чтобы он был у нас настоящий. Смотрите, я возьму вот такую палочку. Ватную палочку. Выберу цвет. Ну, я хочу сделать желтым цветом. Макаю аккуратно в желтый цвет и начинаю постукивать. Иду по лапке. Стук, 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 стук. Ух ты! Смотрите, прям как настоящий получается. Попробую еще раз. Отлично! Еще одна лапка. Продолжаем. Не торопимся, не спешим. Аккуратно рисуем. Еще лапка. Следующая. И последняя лапка. Ну вот, ребят, у нас получился интересный осьминог. Вот с таким необычным, сказочным морем. Я думаю, ему здесь очень понравится жить. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...